Сегодня будет очень много новостей. Сегодня планерочка команда Кононовых. Спасибо, Ириночка. Да, кто еще не зашел, обязательно заходите. Новостей будет много. Раскиньте ссылочку по чатам. Ну что ж, давайте с вами начнем. Конечно, сегодня мы с вами немножко поздравимся, разыграем два приза по генератору чисел и обсудим с вами очень много новостей. Итак, конечно же, когда мы подводили итоги по каталогу номер 9, именно структуры Кононовых, да, не общепроектные, мы, конечно, были весьма удивлены, потому что у нас с вами реально очень хороший прирост. Это летний прирост. Это просто, вы знаете, вот то чувство, когда нет слов, когда кто-то жалуется, у меня нет роста, а кто-то берет и делает и растет и открывает директорские заявки, новые звания. И такое ощущение, что этих лидеров нету лета, да. Вот, и, конечно же, хочется сказать, что, конечно, все наши амбиции, они внутри нас с вами, да, они нас заряжают. У каждого должна быть, грубо говоря, своя самомотивация. Почему? Потому что кто-то говорит, у меня нет регистрации, а у нас с вами новичков пришло 2169 новичков, да. Вот, да, лета у нас, кстати, на самом деле нету, и самое, что интересное, да, в Новосибирске жара, а у нас с вами, вот, да, смотрите, у нас с вами прирост по ночкам 2169 человек, да. Все мы с вами знаем, что это больше, чем на тысячу, меньше, чем в прошлом каталоге, потому что мы сейчас с вами об активационном заказе говорим, привет, Костечка, говорим до регистрации. То есть мы с вами сейчас перестали заниматься переписью населения, процент активности не упал, да, и я понимаю, что мы с вами просто перестали регистрировать людей, людей, которые не сделали бы все равно заказ по каким-либо причинам, да. Все мы с вами знаем, что в интернете полно людей, которые непонятно зачем дают данные, а потом как бы и ни слуху, ни духу от них, да. Поэтому мы с вами перед регистрацией сейчас говорим про заказ, и это очень хорошо, что мы с вами так легко переключились, что мы с вами сделали прирост даже летом, да, по идее, когда бывает перестроечка, некоторые лидеры чуть-чуть падают, но тут прям четыре новых директорских заявки вырос практически. Все на чуть-чуть выросли, простите, но с чужой заявкой. Вот, да, и, конечно же, 2169 человек. Я, если честно, как-то бы вот не ожидала. И для меня это очень приятный сюрприз, да, потому что это круто, это круто, дорогие коллеги, вы огромные молодцы. И, конечно же, это все наши с вами заслуги. Без вас не было бы нас, без нас не было бы вас, и так далее, и так далее. Так ведь, да, это просто замечательно. Да, сегодня у нас с вами, кстати, праздник День Семьи, и еще праздник у нашего старшего директора Любви. Поэтому поздравляем и Любочку, и поздравляю вас всех с Днем Семьи. Это прекрасный, да, праздник. Также процент активности, как вы видите, у нас не понизился. Ириночка, очень жду. Тетя Ира с дядей Жени уже приехали, да, родители Антона, поэтому только тебя не хватает. Мы тут скучаем немножко. Они уже у нас гостят, поэтому, конечно, садись на такси, приезжай. Будем очень рады видеть, обратно вместе поедете. Вот. И, конечно же, дорогие коллеги, отличный результат. Честно сказать, когда мы сидели с мужем и делали статистику, я прямо в открытую сказала, я горжусь своей командой, я горжусь такими сильными лидерами в своей команде, которые вот прям вот делают и, ну, грубо говоря, не ноют. Ныть, в принципе, это себе накаркивать негатив, да, накаркивать что-то, да. Есть лидеры, которые все делают, да. Ничего страшного, Зоечка, мы еще только начали, да. И, конечно, по итогам каталога 9 у нас с вами не только директорские заявочки, да. Мы с вами все поздравляли лидеров старших 12%. Сейчас мы их еще раз с вами поздравим, потому что это как раз-таки произошло в структуре Кононовых, в структуре Валентины Нехороших, да. Валентина Нехороших у нас старший директор, пришла к нам, когда уже вышла на пенсию, да. Пожалуйста, смотрите, какие у нее крутые новички, молодежь собирается, да. Валентина Афанасьевна у нас бывший налоговый инспектор. Конечно же, она нам очень часто помогает с отчетами ИП, да. И все мы с вами благодаря ей без проблем отсчитываемся. И низкий, конечно, поклон Валентиночке. Это Светла Багина, это Александра Горбатенко, у нас открылась эта Ксюша Капустина, у нас открылась эта девочка из структуры Валентины Щенниковой, тоже старшего директора. Ой, Валентиночка, ты тут, да, ну вот, да, со структуры старшего директора. Что хочется сказать, с этой девушкой мы знакомы лично, мы с ней очень много праздников вместе отметили, и в гости она ко мне приходила, и вместе мы с ней сидели, считали маркетинг-план, на бумажке, да, рисовали. Конечно, я очень горда, что мое обучение дает такие результаты, конечно же, не без работы Валентиночки. Вот, далее, значит, вот этот старший лидер Елена Лебедева, это, конечно, лидер заглавной буквы, потому что Леночка у нас столкнулась, как и, в принципе, немалая часть, которая есть на проекте, с тем, что ее наставник зарегистрировал, да, ее родственник, и потом ушел, да, и сейчас он уже даже терминировался. И тут дело в том, что вот эта вот Елена Лебедева, она не разочаровалась в компании, она не разочаровалась в проекте, она нашла нас, и мы с ней стали вместе расти шаг за шагом. И все 12%, все 1000 баллов Леночка вырастила сама, без помощи наставника, и причем ни разу не жаловалась. Очень позитивный человек, целеустремленный. С Леночкой мы виделись в Новосибирске, она к нам в Новосибирск приезжала, когда мы приезжали на форум, и Леночка тут, да. Вот, и, конечно же, Лен, огромное спасибо тебе за веру в нас, за веру в успех, за то, что ты сможешь вырасти. И вот это вот самое главное сейчас понимать, что ты на верном пути, и ты поняла, как это делается, ты поняла, как расти, да. И очень хорошо, что когда-то ты написала мне, да, и я прям, да. Спасибо, Лен, большое. Да, это, конечно, вот. Также у Валентины Нехороших присоединился муж, у них семейный бизнес, и Владимир Нехороших открыл 12%. То есть он не только помогает жене во всем, во всем, да, они не только растут по карьерной лестнице рука в об руку, у Владимира есть свой регистрационный номер, и он уже вышел на 12%. Вот, также у Валентиночки открылась на Илья Файзи Рахманова на 12%, да, это все в итоге девятого каталога. И, конечно же, Наталья Анисимова растет семимильными шагами, умница, красавица, очень самостоятельная девушка. Вот ее наставница Светлана Елхина. Это просто невероятно классный, позитивный лидер, с которым мы практически каждый день, вот почти-почти каждый день переписываемся ВКонтакте. То с ней переписывается Антон, то я, вы знаете, ни одного негативного вот словечка, ничего. Всегда такой позитивчик, такое солнышко у нас на проекте. Да, конечно же, Наташечка, ждем тебя по итогам этого периода в директора. Будем очень-очень рады. И, конечно же, как вы видите, у Наташи маленький ребенок, но она растет, она растет. И когда я в Наташе вижу чем-то вот немножечко себя. Себя, когда я разрывалась между малышом, между вебинарами, между рекрутингом, когда у меня муж уезжал в 7 утра, приезжал в 6 часу вечера, я вспоминаю то время, когда мне было сложно, когда мне было тяжело. И я, конечно, очень понимаю сейчас Наталью, сколько она времени, сколько она сил вкладывает, какие труды она делает. И это, конечно, это вот, я не знаю, мне прям вот гордость распирает, что вот в моей команде, в моей личной группе есть такие крутые лидеры на самом деле, самостоятельные, вопросы только по делу. Это просто безумно классно, безумно классно. Вот, и вы знаете, вот еще бы мне хотелось сказать, что если Наталия так пойдет дальше, да, ее энтузиазм не утухнет, а она будет расти дальше, вот мы на данный момент к Новому году прогнозируем ей золотого директора. И мы очень желаем этого, очень ей этого желаем, и такими семимильными шагами золото это обеспечено к Новому году. Также у нашего рубинового директора Райхене Абдурахмоновой, да, еще один директор родился, это Негор Абдурахмонова. Они обе живут в Таджикистане, в городе Нау, тоже приятно. Ой, Ириночка, спасибо огромное, дорогая, да, тоже приятно, тоже здорово, молодец Негор, да. Вот видите, у кого-то лето, у кого-то 3000 баллов набралось, и уровень директора открылся, да, то есть вот, пожалуйста, прям пример для подражания, прям пример для подражания. У Танюши Белич открылся директор Наталья Прокопьева, да, то есть тоже очень самостоятельная девушка, мы с ней очень редко общались на какие-либо темы. И хочется сказать, что когда мы ей скидывали инструкции по директорским, да, директорские инструкции, когда мы уже ее забрали в чат совета директоров, то Наталья просто задала несколько вопросов и начала все это делать так легко, так просто, очень внимательно, очень поэтапно, и все просмотрела, молодец, прямо умница и красавица. Ну и, конечно же, Тая и Арсений Григорьевы, это у нас идет Беларусь, они открыли старших директоров, кто такие старшие директора, кто знает, кто такие старшие директора, сколько это баллов по структуре? 5 тысяч баллов, да, у старшего директора может быть, к примеру, да, 5 веточек по 1000 баллов, и он уже старший директор, да, потому что он на 5000 баллов. Или директор плюс 2000 баллов в бок, и это тоже старший директор, молодцы, молодцы, только в двух случаях, да, можно стать старшими директорами. Арсения и Тая, мы вас поздравляем, вы огромные молодцы, вы растете, они, кстати, очень позитивные. Ну и, конечно же, наша драгоценная звезда, это Рубиновый директор Рейхана Абдурахмонова, да, город Нау, открыла свой агентский пункт, ВИК 4 уровня, да, более 18 периодов подряд делает 100 баллов. Конечно же, Рейхана, это, выиграла поездку, не выиграла, а заработала поездку на, в Доминикану. Рейхана, конечно же, будет с нами на ассамблее, и мы еще с ней увидимся, и я хочу сказать, что я с ней знакома задолго до регистрации в компанию Фаберлик, и ее, и моей, ей, поэтому с Раей мы уже давно дружим, да, то есть, замечательная, позитивная девушка, недавно вы все видели, мы ее поздравляли по чатам с открытием довольно-таки шикарного агентского пункта. Да, все видели, поставьте плюсики, кто видел. Итак, конечно же, у нас по итогам периода получили премии директора, все видели, да, молодцы, просто замечательно. Это первый директорский бонус, это 55 тысяч рублей, это Юрий и Ольга Корнеевы из Воронежа, тоже весьма самостоятельная семейная пара, которая строит семейный бизнес. Все мы с вами знаем, как сетевой маркетинг сплачивает нас, да, вот, допустим, мы сейчас с Антоном стали намного дружнее и больше зависим друг от друга, да, чем вот он работал там на своей работе, когда я сидела в декрете, да, сейчас мы заняты одним делом, мы понимаем, как мы трудимся, да, то есть, раньше, конечно, такого идеального понимания между нами не было, как до того времени, как мы пришли в сетевой маркетинг, да, мы начали друг друга поддерживать. Желаем Юрию и Ольгу, Юрию и Ольгу скорее получить квалификацию старший директор и премию за старшего директора. Также наша сегодняшняя именинница тоже получила по итогам девятого периода премию, да, Любочка, поздравляем тебя с днем рождения, тоже позитивная, классная, да, и, конечно же, она очень быстро расчувствовала все прелести больших заказов, и Любочка делает на самом деле большие заказы и всегда рассказывает своей команде, в своем чате, какие заказы она делает, какую прибыль и все такое прочее, то есть, молодец. Также у нас Екатерина Созеева получила, да, вместе с мамой, мама ее вела поздравительный вебинар, да, кто на нем был. Вот, да, общие интересы на самом деле, Валентиночка, да, то есть, вот, получили они премию, вот, молодцы, просто молодцы, просто здорово. Конечно, все найдем, куда денежку потратить, и, конечно же, мы с вами понимаем, что премия – это помимо выплат, это единоразовая премия, да, конечно же, они еще получают свои выплаты каждые три недели за оборот структуры, и выплата премий не соприкасается, да, от выплат за структуру. То есть, это две разные выплаты. Конечно же, поздравляем всех с победой, очень достойно закончили каталог, очень много лидеров подтвердилось, да, то есть, сегодня мы с вами поздравили только новых лидеров, иначе не успеем с вами обсудить все новости. Открытое новое звание, все молодцы, хорошо потрудились, и на самом деле очень-очень-очень вижу я, как в большем количестве веточек, да, в которых я состою в чатах, как там кипит работа, как там обучаются люди, какие они молодцы. Вот, очень позитивный чат у Валентины Веселовой, вот, прям хочется выделить и Валентину, потому что таких позитивных чатов еще надо поискать. Вот, самый, наверное, позитивный чат, где только, вот, вы знаете, новички отчитываются по домашнему заданию, тут же хвалят друг друга, там какие-то достижения поздравляют друг друга, да, то есть, молодцы, это очень, это очень похвально, да, держать такой классный, позитивный чат. Вот, конечно же, бурные всем нам аплодисменты, потому что мы с вами отработали на ура, отработали с хорошим летним приростом, да, 4 новых директорских заявки, 3 квалификационных бонуса, и это просто круто, да, молодцы, прям вот, не знаю, стой, я прям аплодирую, потому что это было неожиданно, неожиданно, хорошо, потому что все равно мы, вот, как основатели проекта, когда мы переходили с одной системы роста на другую, с одной системы построения на другую, мы думали, что будет путаница, но вы такие огромные молодцы, вы так хорошо во всем разобрались, и вот этот переход, он практически не чувствуется, да, чувствуется, что в команде ответственные, сильные лидеры, которые не, их не испугало, да, посмотреть лишний вебинар на час и во всем разобраться, молодцы, умницы, так держать просто великолепно, это, это, конечно же, и в первую очередь низкий поклон директорам, которые помогали переходить на эту новую систему, которые объясняли своим новичкам в личку, что к чему и как, конечно, расслабляться не нужно ни в коем случае, вот, но раз в недельку я бы вам, конечно, рекомендовала бы хотя бы так полдня, денечек отдохнуть, это важно, чтобы набраться сил, ага, вот, ой, Лен, нашу с тобой фотографию поставила, с Леночкой мы виделись в Москве, Лена у нас 19%, вот, виделись в Москве, она приезжала со своей девушкой 6%, да, мы поговорили, пообщались, ну, недолго, часика 2-3, наверное, да, посидели, вот, потом ко мне пришел мальчик, да, 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 вот недавно, буквально, еще неделя, наверное, не прошла, да, Лена, вот, очень приятно видеть тебя на вебинаре, ну, и давайте с вами поговорим о новостях, новостей много, новости классные, предложения к вам есть, поэтому будем с вами сегодня обсуждать, все обсуждать, итак, скоро у нас с вами будет новый сайт от проекта Фаберлик Онлайн, этот сайт мы заказывали, честно скажу, он очень дорогой, но вместе с директорами мы осилили эту крутую сумму, вот, и, конечно же, общий командный сайт у нас сейчас с вами есть, и есть отдельный сайт под лендинки, а тот сайт будет у нас с вами объединенный, он будет через три недели, это уже точная дата, задержка была из-за того, что вышел новый закон, и мы искали, где бы нам хранить данные, да, то есть, вот, нужно хранить данные, оформлять этот сайт как сборщик данных, да, все видели вот эти новые законы, которые вышли с первого числа, поэтому сейчас мы это все дооформляем, доездим, все мы это сделаем, и, конечно же, как только сайт будет юридически оформлен, мы сразу же его запустим, да, то есть, у нас сейчас с вами, как вам даже сказать, мы обещали этот сайт раньше, но из-за новых юрвопросов пошла задержка именно из-за этого, конечно, хочется, чтобы все было законно, официально, чтобы к нам не было никаких проблем, а это, к сожалению, время, вот, поэтому терпим с вами, ровно через три недели, я уже думаю, что на 90% я права, что он будет, да, поэтому ждем новый сайт, и хочется немножко забежать вперед, мы обсуждаем с создателями сайта очень много интересного, интересных для сайтов фишечек, но самые главные фишки я вам сегодня расскажу, мы решили сделать для вип-консультантов отдельную крутую тему, кто такие вип-консультанты, напишите мне, пожалуйста, не все новички знают, да, отдельную крутую тему, да, то есть, на каждом лендинге, да, кто не знает, что такое лендинг, лендинг – это сайтик, который мы сейчас вам выдаем, то есть, под сайтик, да, грубо говоря, и вы им пользуетесь, вы им рекрутируете, и, да, ЛО более 100 баллов, молодцы, да, вы вот этим сайтиком, лендингом рекрутируете у каждого сайтик со своей почтой, и на вашу почту вам приходят регистрации, да, вот, все мы с вами знаем, что обязательно сайтик нужно пропускать через ссылочки, сократители ссылочки, да, чтобы он у вас не заспамился, вот, далее, о чем мы с вами поговорим, да, вот такие же лендинги, только намного лучше и красивее, они у нас будут, директора уже посмотрели на этот сайт, да, оценили его, он будет такой, спокойный, в зеленых тонах этот сайт, приятный очень, да, и, конечно, на каждом лендинге вип-консультантов будет открываться еще одна страничка с возможностью для редактирования, туда большинство проектов снимают ролики какие-то, да, то есть, и туда проект, каждый вип-консультант может вставлять свои фото, видео, писать какие-то свои тексты, в общем, все, что вам захочется, да, поэтому ждем этот сайт, но единственное правило – это то, что нельзя ставить ссылки на сторонние ресурсы, да, но я думаю, вы со мной будете согласны, что если лидер там подрабатывает в нескольких компаниях, то этот лендинг, он имеет право использовать только в целях для роста в компании «Фаберлик» в нашей команде, да, вот, и, да, то есть смотрим с вами дальше, также мы учли ваши пожелания, таких пожеланий было много, и все рекрутинговые видео на лендингах будут без имен и ссылок на YouTube, то есть они будут как бы влиты, загружены, не знаю, как это правильно называется, простите меня, да, они будут прямо в сайте, да, я думаю, вы поняли, о чем я сейчас говорю, потому что большинство людей именно это просили, да, вот такая вот шикарная новость, скоро мы поедем туда еще раз, да, это здорово, это классно, что все будет без имен, все будет круто, видео мы будем ставить от старшего директора Елены Потаниной, которая создала нам просто великолепные ролики, да, если вы хотите в эти ролики, можете себе перекачать на свой YouTube канал, вот, этот YouTube канал, самое главное, когда вы будете выгружать ролик с компьютера на YouTube, вам его переименовать, иначе вас заблокируют, да, то есть все вы, наверное, видели эти рекрутинговые ролики, они у меня сейчас в шаблоне переписки, так, в шаблонах сообщений, минуточку я сейчас найду, 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 так, шаблоны сообщений, да, то есть можете скачивать уже эти видео на своем YouTube канале, и эти видео, там еще не готово видео по четвертому варианту новое, да, это видео будет, да, низкий поклон Леночке, все это она делает просто так, безвозмездно, понимаете, да, то есть вот эти вот видео скачайте, и, конечно же, чтобы там ваши ссылочки были на регистрацию, вашу, да, структуру, можете поставить под каждое видео ссылку на свой лендинг, да, вот, который сейчас у вас есть, конечно, будет, Наташ, не один десяток проведем, мы в шаблон переписки поместим, все будет на высшем классе, за это не переживай, да, вот, у нас каждый лидер силен по-своему, да, каждый лидер силен по-своему, вот, Олечка Пенина, ты, например, у нас очень хорошо рекрутируешь на земле, а сейчас летом это очень актуально, и твои вебинары нам очень помогают, а вот и Валентиночка, тут очень приятно видеть старших директоров и директоров на вебинаре, да, огромное ей спасибо, низкий поклон, конечно же, мы с Николаем приготовили для нее подарочек в Москве, когда она приедет в Москву за такие шикарные ролики, но мы пока не скажем, какой, вот, ну что ж, скажите, пожалуйста, есть ли еще вопросы по будущему новому сайту, то есть мы его обещали раньше, но пошла задержка из-за нового закона, то есть как бы это уже от нас не зависит, да, то есть, ну, вот таким вот образом, конечно же, будут по нему вебинары, еще что-то, но придется немножко дольше подождать, но только из-за юридических всех вот этих вот вопросов, все-таки это время, я заполняю, я отправляю, то есть пока назад приходит, где-то что-то не так подписали, опять переотправлять, то есть, ну, вот сколько это, да, для нас это, конечно, новый вид деятельности, что-то где-то оформлять. Конечно, мне уже хочется его испробовать, и, конечно же, те, кто сделает нам сайт, не сказали, что мало ли вдруг где-то какие-то речевые ошибки, где-то может быть опечатки, где-то ссылочка неактивная, еще что-то, сайт очень объемный, очень объемный, и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы это сразу писали, и они это на корню бы исправляли, то есть в течение двух месяцев они будут обслуживать этот сайт и, как бы, заглаживать свои косички, все-таки это делали люди, да, пусть это специалисты, программисты, но это люди, да. Да, Катюша, я тоже так поняла, что к первому августу будет, да. Пока пользуемся лендингами, которые у нас есть, в принципе, они не такие уж и плохие. Вот, итак, значит, следующая новость, это то, что новичков, поток новичков у нас много, Антон начал очень хорошо рекрутировать в соцсетях, я ему тут помогала рекрутировать, да, потому что то на забан жалуется, то, что сообщение исчезает, то еще что-то, да, то есть мы сели активно рекрутировать, да, с 10 страничек мы рекрутировали раз в 5 дней. Рекрутировали мы 2 месяца, дорогие коллеги, честное слово, ни одной странички у нас не забанено, ни ВКонтакте, ни ВКонтакте, а ВКонтакте одну заморозили, точно, да, то есть одну заморозили, но мы ее разморозили, пока мы ее так оставили висенно на том браузере, да, то есть, скорее всего, вы превышаете нормы, вы превышаете лимиты, да, то есть это, во-первых. Во-вторых, у многих новичков, как даже сказать, многие новички не умеют говорить и объяснять все преимущества. Согласны со мной? Поставьте плюсик, минусик. Новичок, который пришел и сам еще в чем-то сомневается, он, конечно же, не может так полно дать информацию, как, допустим, дадут информацию директора проекта, так ведь? Вот, и, конечно же, с понедельника я начинаю старт в 19.00 для всех новичков. Я буду по полчаса через день проводить вебинары, да, то есть полностью вот как новичок пришел, что он зачем делает, что ему нужно понимать, то есть и я не буду вести по два часа вебинары, да, многие этого боятся, но информации у меня, как вы знаете, всегда много, и мне хочется рассказать более подробно, и, получается, вебинары здоровые, объемные, и новички часто жалуются, что Ане информация нужная, всем нужно, все приходите, что Ане информация нужная, но столько нужной информации просто за раз не переварить. Поэтому с этого понедельника вплоть до самой поездки на ассамблею я буду стараться через день проводить вебинары, то есть, к примеру, мы с вами будем пропускать вебинар, если он совпадет со средой, и там будут поздравлялки, да, то есть вебинар пропускается, чтобы мы провели поздравлялки, то есть в таком вот плане. Также будут пропущены вебинары, если будет какой-то праздник, да, то есть, допустим, вот я, конечно, помню два года назад, как я забыла, что сегодня Рождество, было седьмое число, я вела вебинар, ко мне пришли люди, я удивилась, почему так мало, начала спрашивать, и не Аня, сегодня Рождество. Да, было такое, но сейчас, конечно, если какой-то хороший праздник, я не буду проводить вебинар, то есть проводите его с семьей, и у ней не бойтесь, что вы что-то пропустите, да, вот в таком вот плане. Значит, вебинары будут называться, раскладываем работу по полочкам, курс от А до Я, и я буду подписывать, какая часть, то есть первая часть, вторая часть, третья часть, чтобы никто не запутался, да, чтобы мы, допустим, новичку в итоге не скинули десятую часть вместо первой и не отпугнули бы его, да, потому что чем дальше, тем глубже будет обучение, то есть мы с вами будем постепенно проходить. Желательно, конечно же, чтобы и директора как-то бы смотрели это все в записи. Я считаю, что полтора часа в неделю, если вы пересмотрите мой вебинар, вы будете знать, чему я вас учу, ваших новичков. Конечно же, очень хочется советов от директоров, и чтобы директора знали, что я рассказываю новичкам, да, то есть это очень важно. Частей будет, Кость, я думаю, что до бесконечности, пока мы с вами полностью не пройдем весь курс. Всем, Валентиночка, всем. Записи можно будет брать, но с доступом по ссылке. Я не буду открывать это обучение на весь интернет, то есть я открою только первую часть, первую часть вы тоже можете открывать, вторая и последующие части, да, как вот мы с вами, вот как только вопросы закончатся, так мы с вами закончим этот круг. Вот, допустим, мы недавно, ну как уже, полгода, наверное, назад открывали круг для топ-лидеров, я провела все вебинары, какие меня спрашивали, я ответила на все вопросы, каждый вопрос каждого топ-лидера мы разобрали в подробностях, и получается, что все, вопросов не стало, лидеры обочины, и мы закрыли этот рост, да, то есть закрыли, а записи просто остались, да, остались, и сейчас новички просто смотрят записи этих вебинаров, то же самое будет тут, да, тут у нас с вами, то есть вы можете любой новичок, который не умеет обучать, и даже если он зарегистрировал кого-то там, допустим, ну, грубо говоря, на 15-м уже вебинаре, да, на 15-й части, то первая часть будет в записи. Да, это будет в шаблоне, да, я сделаю ссылку в шаблоне переписки на обучение по частям, да, то есть обучение по частям, под каждой частью будут видео, дополняющее то, что я говорю, допустим, если я говорю, размножаем браузер, да, и вот там раскладываем так-то-так-то странички, то это видео будет как его разложить, причем я буду все переснимать заново, да, то есть обучение будет очень глубоким, очень глубоким, и если после этого обучения кто-то скажет, я не расту, у меня не получается, то там я уже просто разведу руки, уже просто разведу руки, понимаете, дорогие коллеги, вы меня поняли, вот на самом деле, да, вот, ну что ж, поехали с вами дальше, я так понимаю, вопросов нет, все замечательно, все здорово, так, и, конечно же, самая главная и глобальная новость, об этой новости еще даже директора толком не все знают, да, значит, это обсуждение по поездке в Москву, так как у нас много новичков московских, много кто живет в московской области, кому-то недалеко ехать, допустим, вот как мне из Кирова, ехать всего лишь 13 часов за 3000 рублей, и я понимаю, что я могла бы съездить на ассамблею, если бы мне достался билет, ну, билет нам, конечно, достался с Антоном, конечно, мы в первую очередь его купили, а вот есть лидеры, которые не успели купить билет, и мы решили, что раз на международную ассамблею попадают не все, то проект Faberlic Online делает нашу собственную внутреннюю мини-ассамблейку, да, вот, конечно же, места ограничены, мы собираем лидеров не более чем 100 человек, да, то есть, и, конечно же, собираться мы будем 29 сентября в ресторане, Измайловское шоссе 71 Дельта, третий этаж, аренда уже проплачена, то есть мы, когда ездили в Москву, мы не только ездили на съемки, мы не только катались на теплоходе, мы работали во все, работали с командой, работали с новыми мероприятиями, да, то есть мы нашли фотографа, видеографа, а у нас будет самый классный ведущий Илья Петровка, он согласился вести данные мероприятия, с 9% мы решили, да, с 9% и выше, Олечка, да, вот, да, вот, то есть эту фотографию я вышлю по всем чатам и помещу ее в группу, и везде и везде у вас будет, ну, без своих данных, снизу я это сделаю, покрасивее, получше у вас будет возможность разослать ее по своим чатам, да, то есть что еще организует проект? Хотим вас покатать на лимузинах, сделать вам такой подарок, да, то есть это будет подарок от проекта, также у нас будут внутренние награждения, да, и все такое прочее, то есть мы постараемся организовать все на высшем уровне, будет баннер с нашим логотипом для фотографий, будет круто, будет круто, я думаю, что вам понравится, да, такое мероприятие мы уже организовывали в городе Кирове, да, помните ли вы, Илья как раз нам делал ролик, видеограф проекта, да, и вы знаете, мы были довольны этим мероприятием, мы нанимали там аду, у нас немножко потанцевали танцовщицы, мы познакомились каждый друг с другом, каждый пять минут рассказывал о себе, то есть было очень весело, было очень круто, лидеры были и которые вчера пришли, да, на тот момент, были уже и директора, были люди, которые приехали к нам аж с самого Екатеринбурга, семья Зиновьевых, вот они нам подарили такие классные подарки, Анне Королеве Фаберлик, я в этой шкатулке теперь храню свои колечки, да, я думаю, видно написано, да, классно, конечно, малахитовая шкатулка с Екатеринбурга, ой, я была в шоке, как они успели, они только про это мероприятие узнали, они, наверное, сразу подарили вот это все, да, супер, я сейчас вот прям, ой, я храню этот подарок, как вот, не знаю, прям, мне так понравилось, прям Королеве Фаберлик, думаю, ну, ничего себе, кто не открыл 9%, срочно открываем, что такое 9%, давайте с вами поговорим, кто такой 9% лидер, сколько у него баллов по структуре, Олечка, да, мне кажется, туда просто больше не возьму, то есть мы туда будем заходить, там будет сначала фуршет, мы будем всех друг друга ждать, да, 600 баллов, сколько это лидеров по 50 баллов, сколько это человек, по 25 баллов, сколько это человек, это недолго, да, 5 человек, 5 человек, 600 поделите на 25, 10 человек, так ведь, да, 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 поэтому я считаю, что если вы вырастите свою структуру, да, вы вырастите свою структуру, и вам будет плюс, и на мероприятия, конечно же, успеваете, да, то есть все с 9%, почему? Потому что у нас с вами был случай, что, как вам даже сказать, ну, неприятные всякие случаи бывают с лидерами, которые на нуле, да, конечно, не хочется выливать негатив вам сейчас, но это не негатив, это, наверное, смешной очень случай, когда к нам пришли в Новосибирске куча новичков, нет, не помню, в каком городе, не буду врать, куча новичков, мы оплатили стол, мы очень хорошо погуляли, все, смотрим, а они бутылки со стола воруют в сумку, я это никогда не забуду, мы до слез смеялись с Антохой, ну, конечно, да, и сейчас мы решили сделать от 9%, это уже руководители своих структур, вот, ну, я не скажу, что это кошмар, мы смеялись долго, ну, в принципе, как бы, да, да, вот видео по встрече в городе Кирове, вот как раз Ириночка там была, в Новосибирске, да, Лен, ну, вот, да, вот я точно не помню, вот как раз, кстати, Лена на этом вечере была, вот, ну, конечно, мы посмеялись, сначала шок, потом посмеялись, но потом мы, конечно, поняли, что лучше уже звать людей, которые уже более высокого ранга, 600 баллов по структуре, это уже уважение, это уже выплаты хорошие, да, более-менее уже чувствуется, да, что не 700 там рублей, к примеру, да, а уже 2-3 тысячи лидеры зарабатывают, они уже руководители своих структур, да, вот, поэтому это, во-первых, во-первых, вот из-за этого, во-вторых, конечно, мы с вами сейчас понимаем, что это будет дело 29 сентября, и время еще есть, и все, как вам даже сказать, разочарованные люди в том, что сейчас идет лето, быстренько найдут себе этих 6 человек, да, этих 6 человек, ну, примерно у нас до 100, но вы понимаете сейчас, что, как вам даже сказать, Колины лидеры, лидеры Татьяны Сафроновой, много кто поедет, да, много кто поедет, но вот первое наше мероприятие мы решили сделать до 100 человек, но я, конечно, не знаю, сколько будет, да, потому что, вот, допустим, на прошлую ассамблею мы планировали собраться, человек 10, по-моему, записывалось всего лишь, а приехало 20 с лишним, это было просто супер, да, мы не ожидали, если, конечно, лидеров будет в два раза больше, ну, что-то, что-нибудь будем придумывать, да, по идее, как бы, что-то можем придумать, но ведущие будут именно там, да, А, Света, я понимаю, что мало, но это пробно, это пробно, вот, и поэтому, если это мероприятие нам понравится, да, и понравится в первую очередь вам, оно будет иметь ажиотаж, мы с вами можем такие мероприятия устраивать хоть 5, хоть 10 раз в год, вы это должны понимать, так ведь? Ну, конечно, раз в месяц я загнула, но хотя бы 3 раза в год, конечно же. Ай, Валентин! Да, все зависит, да, то есть давайте с вами договоримся с 9%, а сейчас, так как у нас пошла путаница с платежками, да, то есть директора нам помогали сделать сайт, вот, в Казахстан, в, так, в Викуся, сейчас скажу точно, по-моему, в январе мы едем в Казахстан, поэтому хап-хап билетики, как только появится, мы к вам приедем в январе, это 100%, Коля тоже приедет в Казахстан, поэтому, да, в январе, в январе планируем. Да-да-да, будем обниматься, а в Сибири я недавно была, Анюта, осенью, а в Казахстане за 2 года ни разу не была, поэтому придется ехать в Казахстан, но мне самой там очень хочется побывать, там говорят, очень хороший менталитет людей, вот на Украине очень хорошие люди, добрые, интересно, какие люди в Казахстане. Хочется, хочется посмотреть, город посмотреть, очень хочется. А в Крым, да, в Крым мы планировали, но мы планировали в Сочи, но у нас немножко не получилось, да, у нас немножко не получилось, поэтому эту поездку мы пропустили, я от директоров баламутила, но по очень важным личным причинам мы не смогли поехать. Очень красиво, да, ну вот, Виктория, тогда мы тебя попросим найти нам гида, который нас повезет экскурсией. Жду наставников в гости в Калининградскую область. Конечно, мы постепенно объездим везде, в прошлом году мы даже с Николаем разделялись, потому что понимали, что все города нам не хватить. Коля в три города съездил, и мы в три города съездили. Ну что ж, смотрите, стоимость данного посещения, как вы поняли уже, что вы только будете платить за еду, это 3 300 с человеком. Будет заведена карточка, да, этой ассамблеей будет заведена карточка, то есть остальные расходы проект берет полностью на себя, да. То есть вы только приезжаете, если вы хотите, можете снять себе номер, там еще что-то, да, но мероприятие, само мероприятие только 3 300 и только за еду, да, то есть меню мы разрабатываем такое, чтобы всем понравилось сейчас, да, нам выслали онлайн список этого ресторана, да, и, конечно же, номер карточки будет позже, и все, кто перевел, отписываются в личку. Кто перевел, того сразу включаем в список и так далее, и так далее, да, то есть таким вот образом. Конечно же, все, кто будут присутствовать, мы подарим какие-то дипломы, какие-то награды, это обязательно, да, то есть поэтому старайтесь, старайтесь. Да, в 11 вечера мы с вами расходимся по лимузинам или хаммерам, не знаю еще почему, и катим по ночной Москве, да, то есть смотрите, денежку мы переводим до 1 сентября, а потом уже будет поздно. Мы сначала хотели до 10-го, ой, не знаю, Свет, до утра, не до утра, но вот я, к примеру, не знаю, я не употребляю никакие спиртные напитки, и, скорее всего, я усну. Может быть, если будет что-то горячительное, тогда, может быть, и до утра, да. Да, 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 вечером по катушке будет, да, то есть все уже, я взяла номер такси, где отличные лимузины будут красивые, новенькие, блестящие, чтобы нам было приятно там покататься с вами, попить шампанское по ночной Москве, ночная Москва просто красавица, и я думаю, это будет круто. Да, то есть обсудим маршрут, и я думаю, мне кажется, будут довольны все, но самое главное, это, конечно, повод встретиться, да. Нет, это подарок от проекта Оля, да, то есть это подарок, вот возможность встретиться. Ну, Кость, я тоже начала не сразу ездить по городам, первая поездка у меня была только в Сочи, вот, потом я год нигде не была, потом вот только начала ездить. Таня, с 9% участниками могут стать все лидеры от 9%. Скажите, есть ли еще какие-то вопросы, не стесняйтесь. Кость, я тебя поняла, я тебя поняла, но у нас, в принципе, работают люди с ограниченными возможностями, я не скажу, что они жалуются на судьбу, потому что пенсия маленькая, и у них есть возможность лучше зарабатывать, поэтому не переживай, не переживай. Самое главное, это возможность обеспечить себя, в каком бы ты статусе ни был. Так, все, вопросов нет, отминусуйте, пожалуйста. Может быть, кому-то это кажется дорого, да, но поверьте, для Москвы это очень дешево. Это очень дешево, да, и, конечно, я думаю, что вам всем очень понравится. Вопросов нет. Как вы думаете, дорого это или дешево для Москвы? Вот 3,300. Давайте с вами посоветуемся. Дешево по поводу билетов и перевода денег, я так поняла, через... Через основателей проекта. То есть, если из структуры Татьяны Сафроновой, то через Таню, да, то есть, чтобы Таня потом уже вписывала. То есть, переведя деньги, вы должны отписаться своему основателю проекта или Николая Андрейка, или Аня Конова, или Таня Сафронова, а мы уже вписываем ваш рекномер в табличку, да, и уже будем знать точное количество людей до 1 сентября, и уже для этого количества людей мы будем готовить какие-то сюрпризы и розыгрыши. Именно под вас будем подстраиваться под количество человек. С регионов дороговато, Жанночка, и поэтому я говорю, что это поездка по желанию, и мы с вами посмотрим, как она, да, то есть... Потому что многие, кто хочет на ассамблею попасть, но не попадают, и мы с вами сделаем свою маленькую ассамблейку. Конечно, не на 3,000 человек, да, но хотя бы попробуем. Да, дешево. Ну, конечно, да, вот мы брали... Нам компания вот недавно, когда оплачила поездку в Москву, мы смотрели стоимость билетов, которые нам оплатила компания, да, то есть 6,000 в один конец, 24,000, да, стоит слетать на самолете из Кирова в Москву. Но если, допустим, брать поезд, да, ехать 11-13 часов, смотря на какой поезд вы попадаете, там уже тысячи три, получается уже трижды четыре, двенадцать, да, двенадцать тысяч. То есть разница, конечно, есть. Туда обратно съездить в два раза дороже, в два раза дешевле. Это, конечно, все можно сделать. Также, вот, допустим, Украина нанимает автобус, и у них вообще за копейки они доедут, они поедут все вместе, да, то есть как бы по идее я вот из Кирова ездила в Черкассы, коли в гости я ехала 17 часов всего лишь, да, то есть менее суток мы ехали на автобусе, и я думаю, ничего страшного, лидеры добираются всяко-разно, то есть они там вообще, их много на Украине к нам едет, и они хотят просто снять поезд, не поезд, извините, автобус, да, то есть можно сделать всяко-разно, всяко-разно. Мне вообще за гранд-паспорт нужен. Ну вот мы до Сибири, до Новосибирска мы ехали точно больше суток, но мы не пожалели, полутора суток, по-моему, мы ехали до Новосибирска на поезде. Ой, ну как здорово, хорошая встреча, и понимаете, я трусишка, и я боюсь летать на самолетах, и я попросила. Да, где-то дешевле самолетом, где-то дешевле поездом, где-то, может быть, вас будет много, и вы можете нанять свой какой-то автобус или еще что-то, да, вот микроавтобусы, знаете, бывает там не на 20 человек, такой большой, а микроавтобусы, да, как газельки. Поэтому там все можно решить, да, то есть, и, конечно же, кто поедет на это мероприятие, будет добавлен в чат, в чат этого мероприятия, и, конечно же, там вы уже можете друг другу задавать вопросы по этому мероприятию. Только прошу не спорить, кому как одеваться, потому что каждый подбирает только под свою фигуру наряды, да, то есть, давайте будем, да, более уважительно друг к другу относиться, не обязательно там подбирать какой-то суперский дресс-код, понятно, что джинсы, кроссовки не подойдут, но всем, допустим, платья, футляры тоже не подойдут, поэтому просто праздничное платьишко какое-то, да, туфельки, может что-то от Фаберлик одеть. Конечно, нужен дресс-код, обязательно нужен, мы с вами будем фотографироваться, эти фотографии пойдут у вас в работу, в ваших соцсетях, фотограф приедет с очень хорошим фотоаппаратом, да, то есть, да не надо никакую цветовую гамму, вот мне, допустим, розовая не идет, да, не надо, просто элегантный бизнес можно что-то сделать, да, там какие-то платьишки, рюшечки, что-то вот типа этого. Мне кажется, все эмоции встречи все перекроют. Конечно, перекроют Вика, потому что для меня вот был огромный сюрприз, когда ко мне приехало пусть шесть лидеров, но приехало в Москву, хотя нас компания поздно предупредила, что мы едем, я, конечно же, сразу раскидала все по чатам, что вот мы едем в Москву, и вот шесть человек набралось. Конечно, если бы нас предупредили за месяц, мы бы там что-то тоже организовали, какие-то посиделочки в ресторанчике, да. Ну, я думаю, цвета тут роли не играют вообще абсолютно никаких, главное, чтобы вы в этом платье сияли, как звезда, чтобы вам было удобно, вам было по фигуре, и, конечно же, я думаю, что как униформу не надо одеваться, наоборот, нужно быть индивидуально. Все мы с вами лидеры, у всех свои мнения, да. Да, ну все, все, вопросов больше нету, да. Все с вами обсудили, буду очень-очень вас ждать. Ну, и сейчас, конечно же, мы с вами, если у нас лидеры до 15% на вебинаре, поставьте все до единого плюсики, мне очень интересно. Ну, мы уже с вами подходим, кстати, к концу, в час в этот раз с вами уложимся. Сегодня я вас не буду своими обучалками доставать, потому что прошлый вебинар у нас с вами был очень подробный, новичков, вот как вы видите, он дал рост, потому что новички начали писать аудиосообщения, видеосообщения, мне очень нравится, что они так начали общаться. Цвет платья, цвет, ну, конечно, и большинство будет в фиолетовом, да. А мне какой можно, а мне желтое можно надеть, да. Так, ну все, вижу, плюсики идут. Да, ну и давайте с вами для начала, это наша с вами лесенка, да. Вот мы с вами видим, что у нас с вами все заканчивается на генеральном партнере, да. Это 55 миллионов единовременного бонуса, то есть это только премия без выплат. Под цвет глаз. Ой, красные. Нет, я еще пока не старше международной, к сожалению. Красные я, ну и в красном я, в принципе, была хорошенько, такое платьишко, да. Эту фотографию я создавала для презентации, да, для видео, вот. И что хочется сказать. Очень бы мне хотелось у вас поспрашивать некоторые вопросы по маркетинг-плану, потому что, вы знаете, очень часто бывают такие вещи, когда вот кто это замечал, прошу, отзовитесь, потому что наши новички некоторые, да, вот у нас недавно, ой, куда это лидер успел сбегать в AVEN, потом вернулась, потом какой-то другой лидер успел сбегать в TND, тоже вернулась. Я говорю, что ж такое-то, да, мне скинули видео, видео сравнение. Ну, конечно, дорогие коллеги, я вас сейчас призываю никогда не сравнивать. Очень сильно, Ларисочка, мы уже заканчиваем практически, да. Я вас призываю никуда не сравнивать. Ни один стоящий себя лидер никогда не сравнивает. Я вам скажу честно, я не сравнивала, никаких сравнилок ни разу не снимала, и мне это дает хороший рот. Просто понимаете, тут дело в том, что вот мы, допустим, начали разбираться в маркетинг-планах этих компаний, у обеих компаний, допустим, бизнес-линии, у них не выгодно построение в глубину. Крепкого бизнеса вы не построите, да. Вот, что вам сказать по поводу этого, да. Это очень непонятно, почему лидеры других компаний, наши коллеги, так поступают, да. Мне бы с вами сейчас на эту тему хотелось бы поговорить пять минут пока, да, до розыгрыша. Но это лидеры, которые сами себя не уважают. И в итоге, когда они снимают недостоверные ролики, выкладывая их в открытый доступ, собирая тем самым команду, вы должны понимать, что в итоге через полгода, через год они обожгутся сами от своей ложь, и к ним, грубо говоря, уже не будет доверия, да. Все мы с вами знаем, что, допустим, мы с Антоном всегда рассказываем правду, да. И меня сейчас никто во лжи уличить не может, и я строю свой бизнес спокойно. И вас призываю к этому же, да. Какие бы вам не скидывали ролики, никогда не снимайте ничего, да. То есть вот сейчас у нас как бы ролик снимает Николай Андрейко о видеопровержении, да. То есть только, как вам даже сказать, мы только защищаемся, причем с доступом по ссылке. Никогда мы на весь интернет никого не будем грязью поливать, и никогда не поливали, и растем очень хорошо. И я вам хочу сказать еще кое-что, что в каждой компании можно вырасти где-то быстрее, где-то медленнее, но вырасти можно, понимаете. Вот, и с точки зрения бизнеса, да, вот как, допустим, лидеры же эти же из Avon, да, они, допустим, говорят, ой, у них там построение, у них там маркетинговая разница. Так вот, хочется сказать, что у нас выплаты, по-моему, мы считали в три с половиной раза выше, если мы будем строить первую линию. Но в первую линию у нас строить компания не запрещает, а даже приветствует. Поэтому, да, вилами по воде писано все вот эти вот сравнения, все вот эти вот выплаты. Просто нужно брать калькулятор, сидеть, считать, все рассчитывать, да, и понимать, где выгоднее, где невыгоднее, да. Вот. Дело не в том, что есть там развитие или нет, там можно зарабатывать, да, просто там надо огромные объемы создавать для таких же выплат, как в компании Фаберлик. Но дело-то тут именно не в этом, дело-то тут в том, что лидеры, вот эти вот лидеры, да, которые вот все эти сравнилки создают, вот мы их, конечно, посмотрели, ну, просто лидеры сами себя, грубо говоря, не уважают. Они перекидываются вот этими сравнилками, ответами, еще чем-то. Мы создадим видео по вашим просьбам, да, очень много в личку просьб и создать именно видео, но оно будет с доступом по ссылке, да. И хочется сказать, что мы не дадим его распространять как метод какой-то переманки или еще что-то. Я не люблю ведомых лидеров, которые тут побегают, там побегают. У меня есть мальчик в структуре, который уже пять хайпов перебрал, да, вот. Да, Валентина, я тоже посмотрела, я посмеялась, конечно, но это мы понимаем. Это мы понимаем, кто уже на проекте более полугода, кто уже разобрался в маркетинг-плане. Наши новички, грубо говоря, могут на самом деле стать неведомо себе обманутыми, потому что некоторые ролики реально сняты убедительным таким тоном, но, конечно же, лучше сначала считать и сравнивать с самим для себя. Да, почему я так говорю? Потому что, когда я пошла в компанию Фаберлик, я перебрала с ног на голову, перевернула весь маркетинг-план. И на данный момент, на данный момент я не вижу выгоднее компании до сих пор, по сей день. И тот, кто умеет считать, а не слушать, да, а именно заходить на сайты и считать, сам считать, вот прям вот калькулятором понимать все это, задавать вопросы, если что-то непонятно, да, вот тот уж точно увидит разницу, да. Поэтому, вот эта вот планерка, да, сейчас у нас с вами, которая проходит, я сейчас, грубо говоря, отказываю вам в создании сравнилок, потому что я никогда не сравнивала и никогда не открывала ни с кем никакую войну. Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, вот видео-опровержения будет ли вам хватит? Потому что очень много в личку, как вам даже сказать, вот именно вот просьб таких, вот они создают, а мы вот так нет, да. Вот как вы считаете, нужны ли эти сравнилки? Или все-таки хватит по скрытой ссылочке просто видео-опровержения для вас, чтобы вы научились хотя бы считать, просчитывать? Я тоже думаю, что хватит, потому что не нужны они, эти сравнилки. Я нисколько, нисколько не хочу вот эту вот войну на YouTube, я не хочу канал марать, я не хочу марать бренд свой, да, потому что я никогда, никогда никого не сравнивала, и вы знаете, мы растем очень хорошо. Для нашей информации хватит. Ну что ж. Вот, 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 Дима, правильно. Да, просто десятки просит, реально уже, наверное, сотня набралась, что снимите, пожалуйста, видео, там, тут, там, тут. Ну вы понимаете сами, вот, допустим, как можно снять сравнительное видео с какой-нибудь там, с каким-нибудь там хайпом, который незаконный, которым не идет стаж, которым нет белых доходов, который дуется, дуется, бах, лопнул, его нет, где ваша структура, да, где там какие-то площадки с воздухом люди покупают. Вы понимаете, что это глупость просто, это не сравнить официальную работу в компанию, который собственный завод, собственное производство, которое 20 лет на рынке, это просто не сравнить с хайпом. Это непонятно даже, как у людей возникают в голове вот эти вот желания сравнить и попросить, да, у наставников это сравнить. Я не понимаю, как можно, да, то есть это абсолютно две разные вещи. Компания наша пережила уже не один кризис, она более 20 лет на рынке, она крутая, она сотрудничает с Деннисом, с Фаранжем, она растет, 60% приросту, ну это просто обалдеть, она открывает завод за заводом. Вот, и когда, конечно, просят, ну я как-то вот сомневаюсь, надо ли оно. Ну вот сейчас вы, конечно, меня поддержали, но может быть кто-то остается при своем мнении, но я на самом деле вот сейчас, и, грубо говоря, выложу это видео в открытый доступ в интернете, если кто-то его будет смотреть, у меня, извините, да, но я не буду создавать сравнилки всякие, да, вот, и я не люблю их создавать, потому что как-то вот, мне кажется, что это грязь какая-то, грязь, не люблю я это. Вот, вот, умные слова Наталья, хотя лучше пусть покажет свои достижения просто, я никогда бы не пошла за таким лидером подлым, лучше пощаще скидывать в чат и видео о компании, вот, вот, ой, Наташа, спасибо огромное, очень приятно, да, то есть на каждой планерке, может быть, я буду поднимать эту тему, если просьбы о снятии сравнилок не прекратятся, но, честное слово, я вам сейчас объясняю, что вот все эти сравнилки, они ваш бренд на корне убьют, если вы его пытаетесь создать. Вот, кстати, информируешь о преимуществах, никогда не сравнишь и растешь, Валентиночка, и очень хорошо растешь. Да, просто понимаете, даже я не понимаю, как сравнивать, у нас самый широкий ассортимент, у нас самые крутые условия для старта новичка, это же стартовая программа, Фаберлик Клуб, это же скидка от цены каталога, да, у нас маленький очень НДС, да, 20% всего лишь. То есть вот это вот смотреть, даже я не знаю, как сравнить, уже начинаешь сравнивать и видишь преимущества, их видишь, да, то есть их на самом деле, их видно. Вот, ну что ж, давайте с вами, дорогие коллеги, поговорили, да, вот, в том-то и дело, я не знаю, как это можно сравнивать, да, когда во всем выигрываешь, ну вот я смотрю, да, вот даже выплаты взять, один и тот же товарооборот, как-то компании сравнивают, как можно сравнить один и тот же товарооборот с МЛМЭ построением, да, мультилейвер маркетинг, многоуровневый маркетинг, где платят много уровней за директоров в глубину, да, не считая людей, которые между этими директорами, а там их может и по 500 человек, с линейным бизнесом. Линейное построение, оно, это просто абсолютно разные маркетинги, как их можно сравнить. Вот в чем, даже в чем суть-то, я не понимаю, как лидеры умудряются, и где у них, простите меня, ум вот это сравнивать, да, а наши лидеры почему-то ведутся на такие ролики, думая, что, ой, правда ведь, правда ведь, но это как, как это вот линейный даже вот не сравнить с МЛМЭ, в том-то и дело, у меня даже в голове не сопоставляется, как это создать такую сравнивку, чтобы она была актуальная, понимаете, даже если бы захотелось. Вот. Нет, мне все-таки хотелось бы объяснить, чтобы уже лидеры не думали там, что мы их обижаем, там отказываем, или еще что-то. Конечно, очень бы хотелось сделать так, чтобы наши лидеры в легкую могли бы, как бы в нас не сомневаться. Вот в чем суть. Скажите, пожалуйста, всем ли видна демонстрация экрана? У нас с вами... Сейчас будет розыгрыш. Смотрите, что я сделала. Значит, дорогие коллеги, что я сделала, о чем хочется с вами поговорить? О том, что очень многие выкладывают по два, по три скриншота. Это во-первых. Во-вторых, очень многие почему-то то сотрут свой регномер, и мне непонятно, то скриншот непонятный, да, и, конечно же, вот такие вот скриншоты были, но просто, что, допустим, я на 6 процентах. Я поздравляю человека, который на 6 процентах, но нас интересует скриншот выплат, да. Вот смотрите, вот этот скриншот мы на конкурс взяли, да, но таких их много, их там десятки. Вот, что хочется сказать, да, лично про этот скриншот, то, что вот тут ОС, она копится. Вот давайте с вами сейчас зайдем в кабинет моей дочери, нажмем раздел отчеты и распечатываем информацию по личной группе. Ой, не информацию по личной группе, а лицевой счет консультанта. Вот он, да. Это мы сейчас в кабинете 19 процентного лидера, но я нажимаю посмотреть. И заходим в личный кабинет, сколько у лидера денежек накопилось, да. Так, минутку, минутку. Так, мой счет. Прошу прощения, не туда тыкнула, заговорилась. Да, вот смотрите, у лидера уже накоплено 23 тысячи русских рублей, 13 евро, 180 молдавских леи и так далее, да. Вот. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что он не столько в каталог зарабатывает, в каталог он зарабатывает вот столько, то есть лидер получил 17 тысяч. Это говорит о том, что сумма к списанию через заказы уже слишком большая, и у него просто остаток копится. Остаток копится. Ну, Али, я поняла. Поняли сейчас, да? И вот, конечно же, вот такие вот скрины, вот такие вот скрины, они получаются не особо-то и актуальны. Так ведь? Ну, кому не видно, можете посмотреть потом в записи, да? Всем не видно? Поставьте плюсики только тем, кому видно. я буду надеяться, что будет видно, да? Видно, да? Замечательно, замечательно, все хорошо. Они у нас с вами пойдут, как вам даже сказать, они... Ой, кошмар, да? Разные страны у нас с вами пойдут по их валюте, да? Через конвертер мы будем конвентировать и смотреть, сколько перевести приз. И еще одно такое, может быть, для Беларуси, я их немножко расстрою, дорогих наших белорусочек, белорусов, но так получилось, что мы никаким образом, как бы мы не решали эту проблему, не смогли перевести на личный перевод на Беларусь. Да, то есть, и наши призеры получили от нас денежки на онлайн-сим, смс-рекум, то есть, через что они создают странички, они нам отправили логин и пароль, и мы туда им подарили эту денежку. Вот, других способов, к сожалению, пополнения счета мы не нашли никак, ни в кабинет, никак оно не получается. Да, вот таким вот образом. У всех сейчас тоннели за ней. Да, у всех сейчас тоннели за ней. Да, то есть, ну что ж, давайте с вами. Сейчас мы с вами заходим в генератор чисел, но перед этим мы посмотрим, сколько у нас с вами участников скриншотов. То есть, выложено было 187, осталось 166. Да, то есть, кто выкладывал свои процентные уровни без скриншота выплат, мы удаляли. Да, тот, кто зачеркал свой номер, я тоже быстренько все убрала. То есть, нам нужны именно люди, которые пишут свои рек номера. Да, и сейчас мы с вами из 180 человек, у нас осталось с вами 166 скриншотов. Ну что ж, поехали с вами разыгрываться. Я думаю, у нас с вами сегодня интересная планерка, необычная. До этого таких не было, я вас больше учила, да, всему. А сейчас вот мы с вами поговорили именно об отдыхе. Итак, 166 человек, да, то есть, от 1, да, смотрим, до 166, и количество у нас 5 человек по 1000 рублей. Мы с вами будем брать это запятая плюс пробел и нажимаем сгенерировать. Так, у нас с вами число 98, 130, 82, 4 и 17. Сейчас будем узнавать, кого мы будем поздравлять. Итак, кого же будем поздравлять? Так, во-первых, 4. Так, это у нас с вами Пенина Ольга Васильевна. Так, Пенина Ольга. Олечка, поздравляю, умница, красавица. Так, следующий у нас с вами номер пойдет 17 уже. Так, номер 17. Это у нас с вами Сандакова Оксана. Сандакова Оксана. Так, даже рек номер написан, да, рек номер 704-422-955. Сандакова Оксаночка. Оксаночка, поздравляем. Сандакова Оксана. Оксана. Так, и сейчас, значит, 82. как далеко у нас генератор кинул, да? Сколько много пропустил. Так, 79, 82. так, это у нас Мазалова Алена. Так, Мазалова Алена, номер 706-603-782. Мазалова Аленочка. Аленочка, наши аплодисменты тебе, если она на вебинаре у нас. Лена твоя Аленочка с Аленочкой. Мы виделись, кстати, в Новосибирске. Было круто, было весело, классная, позитивная девчонка. Да, молодец, поздравляю. Так, 98. Так, это у нас Мурадова Светлана Юрьевна. Итак, 706-911-534. Мурадова Светлана Юрьевна. Так, если у нас Светлана на вебинаре нету, да? И последний розыгрыш – это 130 число. Ну, давайте посмотрим, кто у нас под этой циферкой. Так, перелистала. Так, это у нас Ой-ой, Идрисова Камила Сауджанова. Это директор Кати Соцкой. Идрисова Камила. Да, видите, уже человек на контракте уже получает денежку. Ну, что ж, поздравляем, поздравляем наших двух директрис и Сандалову Оксану, Мазалову Алену и Мурадову Светлану. Или Мурадова. Ну, Мурадова, нет, наверное, Мурадова. Все-таки я люблю сказать фамилии. Конечно, можно было выкладывать, и директора могут или забрать этот приз себе, или они могут подарить этот приз любому своему новичку. Пожалуйста, директора, вы можете написать регистрационный номер своего новичка, и я переведу вашему новичку этот приз. Да, то есть, вы сами будете выбирать. Итак, сейчас, значит, у нас с вами презентацию я отключу. Да, и сейчас у нас с вами вопросы по маркетинг-плану. Кто первый ответит на вопрос? Это лидерам, у которых до 1499 баллов по структуре только имеет право отвечать на вопросы. Да, и, значит, смотрим, то есть, лидеры до 15%. Да, вставили плюсики, я видела, что вас много. Итак, давайте же с вами ответим на вопрос. Нужно будет поставить одну цифру. Сколько у рубинового директора директорских веточек? Так, верный ответ 4. Верный ответ 4. И верно ответила Екатерина Кадымаева. Да? Катюш, ты первая, по-моему, да? Да, Екатерина Кадымаева. Екатерина раз победил в розыгрыше, обязательно мне вышите свои фотографии в скайпе. Но ничего, бывает. Итак, второй вопрос. Со скольки директоров в глубину мы можем получать директорские бонусы? нет, 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 неправильно. Правильно, Елена Губарева, молодец. Первая ответила Елена Губарева, 7 уровней в глубину. Это у нас с вами партнерский бонус. Елена Губарева. Так, Елена Губарева. Третий вопрос. Да, сейчас вам нужно будет написать процент и количество баллов от скольки. Значит, кто такой старший консультант по маркетинг плану? Молодцы, молодцы. Так, первый полный ответ. Ой-ой, ой-ой. Так, вот, 60, 200. Маш, молодец. Первый полный ответ. Молодец. Мария Лукьянова. Марина. У Марины даже есть уже фотография. Марина, у нас с вами, кстати, прошлый раз два раза ответила правильно на вопрос. Самое быстрое. Итак, предпоследний вопрос. С какого уровня ВИП мы можем участвовать в ВИП распределении? Просто цифру. Так, молодец, Ирина Менчикова. Ну все, Ириш, теперь точно к нам геть, победу обмывать. Умница, умница. С ВИП СВИП да, под нас компания уже регистрирует людей, если мы прошли тренинг на сайте. Ну, конечно, подписывает она немного. ВИП распределение, что же это такое? Молодец. Вот. И, конечно же, что это такое ВИП распределение? Это когда компания Фаберлик подает рекламу на Ютубе везде, везде, всюду. И, конечно же, на эту рекламу приходят люди, приходят на официальный сайт и регистрируются. И вот по таким ВИП консультантам зарегистрировавшиеся люди попадают как распределение всем по очереди. Да, то есть, вот, если вкратце, то так. Вот и Олечка правильно написала, да, ответ. Далее, значит, последний, пятый вопрос. Сколько у директорских веточек, ой, минуточку, сколько директорских веточек у старшего национального директора? Молодец, Дима! Так, Ладонька, Дмитрий. Все, молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Именно 15 директорских веточек у старшего национального директора. Да, 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 именно в таком я сейчас нахожусь в статусе подтвержденного, да, подтвержденного директора. Вот мы получили, как вы видите, премию старший национальный директор, это миллион двести пятьдесят единовременная выплата. Это шикарная выплата, да, именно эта премия нам позволила купить квартиру практически в центре города, ну, в центре, в самом-самом центре, там, конечно, пыльно. Мы взяли поближе к новому садику у дочки, да, то есть, и, конечно же, как минимум, старшими национальными директорами я вас попытаюсь научить встать, да, и этим именно старшими национальными директорами мы с вами будем учиться становиться на нашем новом обучении, которое я буду рассказывать. Я буду рассказывать на ассамблею, которая от компании только директора. На нашу внутреннюю ассамблею с девяти процентов, Ларисочка, уже можно приезжать. Вход 3300 рублей русских, да, то есть, конечно же, давайте с вами. Да, одними премиями, вот, да, вот, смотрите, да, то есть, за два с половиной года, вот, даже можно прикинуть, сколько мы с мужем собрали премий. И на самом деле это все труд, это все руками, мы ни разу еще не пользовались платной рекламой, мы ни разу еще не накручивали там подписки, лайки, там еще что-то, да, вот как-то я помню, мы оплатили там, по-моему, 100 человек подписок на YouTube, нам было интересно попробовать, но это честно, это все, да, то есть, здорово так, подписывались, а потом думаю, а что они мне висят, там лайки не ставят, зачем они мне нужны, но побаловались, просто было интересно, да, интересно узнать, что это люди платят, мы тоже захотели, да, вот, время есть, открываем 9%, очень с вас ждем, будем знакомиться, будем награждаться, да, и, конечно же, великолепного вам дня, всех, кто выиграл, желаю вам еще выиграть самого себя, получить сегодня, раз вам сегодня улыбнулась удача, вам 10 регистраций, давайте я вам накаркаю, раз с вами сегодня удача, и, конечно же, прошу победителей выслать мне фото в личку в скайпе своем, да, фото в личку в скайпе, и, да, мы вас поздравим красивой картиночкой, за то, что вы такие молодцы, самые быстрые и самые, да, самые смекалистые, да, и, конечно же, дорогая команда, самое главное, это то, что мы с вами вместе, мы с вами один за всех, все за одного, как три мушкетера, только нас с вами 35 тысяч человек, да, в нашей структуре сейчас 35 тысяч человек, и, конечно, это очень огромное, кажется, число людей, но, конечно, большинство это идут покупатели, именно те, кто делает товарооборот, бизнес-партнеров, конечно же, не больше, чем одна треть, вот, что вам хочется сказать, что это нормально, это нормально, когда кто-то к вам приходит и начинает быстро расти, а кто-то к вам приходит и уходит, это все хорошо, это все здорово, а самое главное, верить в себя, видеть свою цель, да, вот, моей целью было когда-то получать 100 тысяч рублей в каталог, и для меня это была такая несбыточная мечта, я так об этом мечтала, я так к этому шла, и вы знаете, когда я этого добилась, я поняла, что я победила себя, свою лень, и за это я получила не только деньги, я получила дружную команду, я получила признание и успех на сцене, я получила поездки драгоценные, да, в разные страны мира, вы знаете, но самое крутое, это, конечно, наша с вами дружная команда, и вот мы на самом деле с директорами, мы можем часами болтать, мы уже стали как семья, и, конечно, я вам желаю поскорее влиться в нашу семью, в директорский состав, в драгоценный состав, растите, ни в чем не сомневайтесь, вот, и, конечно же, самое главное, я вас прошу помнить всегда, что ваши директора всегда рядом с вами, не забывайте им писать свои вопросы, да, вот, это очень важно, когда мне новичок, допустим, ничего не пишет, да, у какого-либо директора, а потом говорит, так что, вот мой директор мне ничего не пишет, я ничего, так извините меня, ведь директор не знает, какие у вас проблемы, конечно же, я вас призываю, если у вас есть какие-то проблемы, сомнения, не молчите, решите их со своим директором, и растите спокойно, приоритет для нас всегда, это одна регистрация в день, да, и все будет у вас замечательно, все у вас будет здорово, растите, я не знаю, я, наверное, в обморок от счастья упаду, если, какое там, да, узнаем на ассамблее, куда нас повезут после Доминикана в 2018 году, если, допустим, 50 наших лидеров поедет вместе с нами, ну, реально в обморок упаду от счастья, поэтому, очень вам желаю, зарабатывать хорошо, не тратиться на отпуск, и иметь такую дружную команду, прямо из самых настоящих друзей, всем вам роста, удачи, везения, во всем вдохновения, и желаю вам, семимильного прям роста, как растут наши девчонки, ну, все, всем пока-пока, приятно было, что вы ко мне пришли, приятно было с вами увидеться, огромное спасибо с понедельника, у нас с вами старт обучения, с вами был Игорь Негода,